Ну вот не знаю, как твоя лента в инстаграме, но моя совершенно все эти дни пестрит информацией, безусловно, о чемпионате. И многие мои знакомые, я так смотрю, что покатались по городам. Покатались, посмотрели. Да, и я отчаянно, на самом деле, завидовала просто каждому. И есть еще один человек, который, в общем-то, к нам и пришел сегодня в гости, чтобы рассказать о своих эмоциях, впечатлениях. Это наша коллега с новостями, ведущая Ксения Митрофанова. Да, да. Честно скажу, я обзавидовалась. Я прям смотрела каждое видеофото и думала, я могла бы быть рядом там и тоже вот махать. У нас есть фотографии, да, мы можем посмотреть, насколько ярко ты выглядела там. То есть не просто пришла посмотреть, поболеть, а еще и вот про тебя рассказали. Я даже попала на первый и на второй канал, и везде. И все в Кокошнике, получается. Не везде, Кокошник был в Санкт-Петербурге. А первый матч, да, был вот с Рожком. Это было, кстати, прямое включение на первом канале. Вот это вот наша банда стоит, нас всех собрали для прямого включения. Это просто потрясающе. Ну скажи, все-таки, на стадионе или дома какие впечатления? Так, на стадионе или дома, начнем с того, что я вообще никогда не думала, что я буду ассоциироваться с футболом. То есть ты не была болельщиком? Никогда не была болельщиком. Болельщиком является мой муж, который организовал всю эту поездку. Поэтому смотреть по телевизору матчи, как-то не было у меня никогда дикого желания. Понятно, что ты видел, но не притягивало. Да, это когда ты оказался на стадионе. То там тебя, наверное, закручивали. Да, ты понимаешь, что вы такая какая-то одна единая эмоциональная машина-монстр даже, да, получается, когда вы все дружно поддерживаете каждую свою команду, да, потому что разные сидят национальности, кто громче, кто дружнее. И вчера был матч, да, все мы знаем, естественно, и уже здесь я сидела, смотрела дома. Уже теперь обязывает. Да, обязывает. И тоже подготовились, оделись, и ребенка уже подготовили. Поэтому, понятно, быть в гуще событий, это совершенно другое. Ну, а дома же тоже есть какие-то плюсы просмотра. А дома скажу, в чем плюс. Теперь я могу сравнить, да? Когда ты сидишь на стадионе, ты видишь вот эту общую картинку, да, следишь кто, что, как. Здесь ты можешь увидеть с экрана эмоции. Когда делаю. Ага. Это что тебе, что надо? Когда ты не слышишь слова, да, но ты читаешь по губам, да, что сейчас... А там можно многое прочитать по губам, поэтому, да. Можно многое прочитать по губам, что испытывают. Поэтому это, да, разные вещи. И мы даже обсуждали, получается, я два матча не видела. Да, с экрана. И хочется потом пересмотреть. Ты видел, как болельщик сидящий на стадионе, теперь хочется увидеть вот эти эмоции. Ты знаешь, что было в этот момент, когда ты сидел там далеко-далеко, но при этом ты все равно, да, ну, как-то все это по-другому. Я пыталась поймать на видео гол, когда вот это начинается, я не знаю, как правильно, да, в футболе? Что-то начинается, там всегда что-то происходит, в принципе, там, да. Нет, особенно, да, атака пошла, и когда такой гол, я быстрее включаю камеру, он вдруг в другой, я поймала. И все стоят, о-о-о-о. Я поймала первого матча, это потрясающе. Да, они у меня есть. Даже если ты не разбираешься, я принесла, надо показать, наверное, его круг, да, теперь. Мне почему-то вчера, когда наши, да, к сожалению, да, не выиграли, мне начали писать, Ксюша, это потому что не было твоего кокошника. У меня есть ощущение, что просто потому что не было там меня. То есть он счастлив. Вполне возможно. Вполне возможно, потому что кокошник был на одном матче, а я была на двух. Вот, но, если говорить про кокошник вообще, про одежду, я видела людей, которые, ну, приходили просто, да, в простой одежде на матч, это не то. Фу-фу-фу. Ну, как-то, ну, не знаю, это можно, даже дома не надо так смотреть. Средняя поддержка, да. Надо полностью окунуться в эти эмоции, тем более, когда сидят, особенно на первом матче, получается, плюс там было открытие, там вообще все сидели, да, болельщики разных стран. И сразу видно, откуда ты. Вот. Ну, в первый раз мы видели, да, на фото были такие рожки, Россия, а потом, ну, как-то я решила разнообразить, и мы гуляли по Москве, увидели кокошник. Я поняла, что... И тут загорелась идея. И тут загорелась. Надо, надо. Надо. Вот, чтобы издалека было видно, да. И так получилось, что мы вместе с болельщиком из Египта до начала матча рядом стояли, играла Калинка-малинка. Я, кстати, вот отправляла видео, не знаю... А, вот, вот, есть фото, сейчас вот просто вижу. Ну, он тоже, собственно, хорошо выглядит. А, вот это самое, да. Мы с ним вместе пели Калинку-малинку. Вот. Потому что играла Калинка-малинка всегда перед началом матча, и я там пыталась себя записать на телефон, пела, напевала. А он пришел, присоединился, и мы вместе с ним давай танцевать. А здесь увидели нас репортеры с такими большими линзами, которые находятся на поле. Это еще до начала матча. Мы фотографировались, к нам подходили разные болельщики, потому что, да, два представителя. Он уже говорит, позвони мне. Она показывает, разворачивайтесь, я вас сфотографирую. Вот это терристорический кадр, который ходит по... Ну, это потрясающе. А каких еще болельщиков успела понаблюдать? Какие, может быть, еще атрибуты другие используют, например, какие-то костюмы или... В Мексике, Бразилия, там вот все что-то так вот яркое. Были дамы в перьях какие-нибудь там, карнавальные. Нет, нет, мужчины, мужчины. Здесь больше, конечно, было мужчин. Женщины были, да, что-то разрисовано, но с перьями даже больше были мужчины, получается. Но это их праздник. Зато это ярко. Такой интимный момент. Я впервые увидела очередь в мужской туалет длиннее, чем в женский. Сенсация, очередь в мужской туалет, это невозможно. Потому что это количество мужчин на стадионе и выпитого пива. Да, там же закончилось все. Да, поэтому, да, это такой момент удивил. Но мужчина один был в образе тигра, у него прям было все нарисовано. Я не знаю, мне кажется, у него в конце уже матча должно было свести челюсть, потому что он когда фотографировался, он изображал еще тигра, он делал так. А, он делал ар-ар. А потом он изображал все равно всегда. И когда к нему подходит, он тут найдет его, сфотографируется, он встает в образе сразу же. Я думаю, ох, тут, наверное, все мышцы у него потом свело. А вот в плане эмоциональности, действительно ли на... Обычно мужчины такие, наверное, более сдержанные, не такие эмоциональные, как мы, девушки, но... Мужчины сдержанные? Нет, вы не знаете мужчин. Если мужчина чем-то увлечен, если мужчина увлечен, а тем более, когда все видит волна. Там, наверное, все смывается. Кстати, на стадионе вы спрашиваете, мы вчера пытались на диване сделать волну, когда у нас сидит пять человек, но как-то это не очень, да? Не та волна. Или 81 тысяча человек сидит, когда волна. И ты вот в этой волне полностью участвуешь, вот то ощущение внутри. Ну да, когда идет волна, ты, конечно, иногда боишься пропустить, а вдруг там сейчас будет момент. Ну да, успею. Есть люди, которые, такие заводящие, наверное, которые встают, начинают кричать. Там, Россия, все подключаются, начинают кричать. Дома вы же кричите тоже? Ой, у нас вчера ребенок так кричал. Она была полностью подключена. Кстати, вот дети, да, мне кажется... Кричали на улице. Ну, на стадионе, может быть, не совсем стоит приводить маленьких детей. Я видела, наблюдала за ними, их там первые 15 минут их хватает, потом все, они уже там лежат, сидят. Да когда уже закончится матч, я выиграли, а не все. Да, они уже не понимают, что происходит. Но вот мы вчера смотрели, Кристина была, дочь моя, ей 9 лет исполнится. Все там, вот начало матча, она все, Россия, потом она, конечно, убежит, поиграет, прибежит. Ну что, кто там гугол забил, нет, вот оно, да, первые 15 минут они в этом ажиотаже, они все готовы тоже участвовать, но надо приобщать детей. А вот вариант, например, такой посерединке между домом и стадионом, например, в кинотеатре посмотреть, вот как? Ну, я думаю, что там тоже, мы здесь же тоже делились люди, кто-то был на стадионе, а были еще фан-зоны. И, я не знаю, как-то мне так сказали, что, оказывается, на стадионе были более такие болельщики, как, воспитанные, можно сказать. Потому что самые, которые безбашенные, были в фан-зоне, да, которые там снять майку, пошуметь, покричать, там очень большое количество. Конечно, вот я думаю, что там эффект был тоже, ну, как на стадионе, потому что все кричат. Толпа, толпа. И, конечно, сидеть одному дома там или только с другом, ну, не тот эффект. Я бы тоже предложила, даже если вы дома собираетесь, нет возможности в кафе, то надо объединяться. Ну, я вот сделал вывод сейчас, я не был на стадионе, мне кажется, мне было бы комфортно прям делать это дома. Потому что, во-первых, нет очереди, да, как мы говорили, это прям ключевой момент. Соответственно, ты можешь себе позволить какие-то угощения, напитки и так далее, и можешь собрать самых близких. Ну, вот нет, тогда до близких. И прям комфортно делать волну из шести человек на диванчике. Это уже нормально. Знаете, на самом деле настроение мы в том числе задаем себе сами. Вот вчера, да, получилось так, что, ну, не выиграли. Ну, радует то, что это матч такой, да, не настолько там важный. На два исторических я уже попала. Вот, но настроение мы себе сами создаем. Можно сесть и так сидеть как-то, не подготовиться. Потому что кто-то, я знаю, там скептически относится к тому, что какие-то кокошники, какие-то наряды. Ну, ты же просто пришел посмотреть. Нет, ты пришел себя подзарядить. Исход матча, мы не знаем, в самом начале, хотя некоторые прям, есть такие люди, которые на 100% уверены. Там кто-то знает, что точно победят. Кто-то уверен сразу, что ради, ничего не может. Так, ставки, ну, это уже отдельный там бизнес. Но вот этот внутренний, что вы можете объединиться, вместе пошуметь, поболеть, и тогда исход матча, это отдельная будет история. А вот то настроение, в котором вы проведете вот это время всей компанией, которая вас объединит с семьей, друзьями, это незабываемые будут ощущения. Даже дома на диване. Это дополнительный бонус, просто хорошо провести время. Да, да, да. У нас точно будет еще одна возможность, как минимум, провести хорошо время 1 июля в очередном матче нашей сборной, в котором мы обязательно посмотрим. Где, кстати, будешь смотреть? Дома уже, наверное. Ну, уже дома. Должен муж вернуться. Вчера, кстати, муж был в Самаре. Может, кинетим театр. Посмотрим, где можно объединиться. Вот еще на такой площадке не было. Может, надо, да, поэкспериментировать, куда-то выйти, где будет побольше людей. Отличная возможность. Ну, не можем ее, не отлично. Унести кресло, ворота. Спасибо большое. Ксения Митрофанова, ведущая новостей на телеканале НЕСЕЙ, ужасно обзавидовались. Прям горды, что побывали сегодня на частичку футбола. Надеюсь, тоже позарядила своими эмоциями. Сделаем волну? А, давайте. Нет, надо подняться. А как она делает? Надо же подняться. А, это вот и все? А вот это? Нет, волна это танцевальная. А здесь, получается, встают люди и пошли по очереди. Сели и встали. Понятно, да? Что дальше? Еще надо выучить волну, понимаете? Подготовиться. Сейчас ты нас научишься. Переведим эту волну дальше по эфиру телеканала НЕСЕЙ, узнаем, что еще в течение дня можно будет посмотреть.